приветствую вас мои дорогие друзья на моем канале сегодня бы я хотела рассказать вам о винтажных украшениях которые есть у меня в моей семье или которые я так или иначе приобрела на разных рынках блошиных барахолках антикварных магазинах и секонд-хендах хочу начать вот с такой броши это брошь винтажная принадлежит она но уже принадлежала моей свекрови подарила до этого принадлежала маме точнее бабушке ну маме моей свекрови соответственно уже можно сказать семейные которые как раз и передается по наследству это брошь простая советская которые были в массовых производствах тогда но мне она очень нравится не только потому что она ко мне перешла по семейной такой линии но и за ее цвет камера передает потрясающие сейчас принципе ее вид красные это кристаллы обычное стекло кстати возраст ее примерно шестидесятые годы то есть это винтаж даже уже подходит к антиквариату брошь с этой стороны вот такая такая вот у нее голка видно что носили брошь потому что иголка изогнута но как я уже сказала в моей жизни мало красных вещей и вот эта брошка мне она очень нравится в ней так у нее такой чистый красный цвет мне нравится ее огранка очень интересное видите какие заостренные грани камни все на месте без потерь вот эти центральные получается три маленьких сверкают больше всего вот если сейчас посмотрите поэтому это брошка я эту брошь я с удовольствием приняла как подарок я вообще очень люблю старинные украшения даже больше чем новомодные сейчас и современные поэтому эта брошь теперь моя моя в моей коллекции я ее буду носить свою свекровь благодарю за такой подарок и вот я свое виде именно открыла этой брошью я ее называю алый мак не почему это и не ее родное название нет не знаю почему-то мне она напоминает вот эти маки весенние алого-алого цвета вот горят которые на клумбе и или около дома хотя их много за что ругают но вот именно эта брошка мне нравится ее ее вот такая неприкрытая краснота она не боится вот быть смелой быть яркой отображать свет поэтому я рада ее что она я что она теперь у меня еще раз покажу ее тыльную сторону никаких клеем нету но как бы в семье моего мужа это брошь шестидесятых годов прекрасная вещь которая теперь с которой я теперь не буду расставаться так теперь следующее две недели назад я приобрела вот такую брошь я хочу такой бантик я хочу представить вам ее даже не с внешней стороны которую броши самые красивые а с внутренней посмотрите какая тонкая работа я сейчас приближу эта брошь выполнена в технике филигрань это когда маленькие маленькие ниточки крошечные тонюсенькие ниточки когда-то это серебро когда-то это золото когда-то это просто металлов как моем случае закручивают под горячим таким каким-то методом вот в такое я называю стальное кружево ну поэтому техника филигрань отсюда и идет вот такая вот бантик конечно здесь уже следы времени заметны этот бантик тоже винтажный это конец семидесятых и начало восьмидесятых потому что и такие броши в техник выполнены в технике филигрань и их начал раньше их не красили красить их начали именно вот в советское время на это брошь советская где-то вот в начале восьмидесятых годов конец семидесятых иголка у нее старая вот крепится таким на такую палочку но к сожалению тоже никаких отметин никаких проб ничего нету на ней но все равно мне это брошь очень нравится а я считаю очень элегантный даже несмотря на то что в ней заметно потертости и она может быть она может быть кому-то на любители но вот я такой любитель следующее что я приобрела в ту неделю назад у того же продавца вот такая малюсенькая брошечка сейчас я попытаюсь ее показать полностью вот такая малюсенькая брошечка но сейчас фокус поймает до поймает но как говорится мал да удал это брошка начало пятидесятых годов может быть даже конец сороковых но продавец мне клялся и уверял что это конец пятидесятых в принципе когда я увидела тыльную сторону она была очень она не была такой приятный как сейчас сейчас фокус поймается я ее очистила все полностью все надеялось встретить клеймо но к сожалению клеймо нет потом я только увидела что вот здесь должно быть сейчас вам будет видно очень мелко вот вот эта деталька как бы вам так настроить чтобы видно было сейчас секундочку вот вот 10 вот маленький защип я так понимаю это дальше должно было продолжение быть брошки так что может быть какая у нее какой-нибудь клеймо бы и было то есть это по сути часть брошки то есть дальше я так понимаю должна была быть какой-то висюлька и продолжение. Но от брошки сохранилась только вот эта часть, и я хотела бы обратить внимание на ее тыльную сторону. Да, она вот такая вот простая, такие брошки были именно в 50-е, конец и 40-х. И, как говорится, как определить возраст брошки? Чем длиннее иголка, тем старше брошка. Это не получается никак с фокусом. Сейчас мы попытаемся, мы попытаемся. У нее вот абсолютно вот простой крючок, как вы видите, и вот такая длинная игла. Чтобы было виднее. Вот посмотрите. Вот такая длинная игла. То есть, что брошка... Что-то никак с фокусом у нас. Что брошка, что игла в принципе одинаково. А если мы закрываем, то вот, в принципе, я могу даже и... Я чувствую, как иголка мне входит в палец. Поэтому вот эта вот маленькая, маленькая лапочка. Не знаю, мне она почему-то напоминает либо какой-то вензель, либо цветок, либо часы вот такие витые. А вот она как раз для меня одна из самых ценных в моей начинающейся коллекции. Вот еще раз показываю ее. Да, если кто-то что-то знает, как эта брошь должна выглядеть дальше, что здесь должно присутствовать, напишите мне в комментарии. Мне будет очень приятно. И вообще я... Меня интересует броши и дальнейшая их судьба. И вообще по любой броши или по любому украшению, которое вы сегодня... Я покажу, пожалуйста, пишите. И для меня это будет очень приятно. А мы переходим к следующей броши. Я так понимаю, что сегодня я не успею все показать, что у меня есть. Ну ничего, видео разобьем на две части. И сегодня я приобрела вот такую красавицу. Сейчас вам ее дам рассмотреть. Это тоже советская брошь. Тоже никаких отметин нету. Но подобного рода броши... Давайте я вот так вот ее положу... Были популярны в 50-х годах. 50-60-е годы. Мне она напоминает почему-то такую корону, которую девушки себе, русские, привязывали. И вот как раз даже с серьгами эти короны. Но тут их три. И, естественно, это только мне напоминает. Здесь простые кристаллы. Наверное, простые кристаллы. Больше, в принципе, не могу сказать про вставку ничего. Работа очень аккуратная. Для своих годов она достаточно хорошо сохранилась. Хотя нашла я ее, поверьте, в таких условиях, что для сохранности там не предполагалось. Я ее все очистила. Она так не блестела, поверьте. И не была такой приятной. Вот простая совершенно застежка. Такая булавочного типа. И вот такая тыльная сторона. Опять же говорю, никаких отметин нет. Но работа настолько приятная, тонкая. И меня эта брошь почему-то радует. Да и возраст у нее уже вполне-вполне антикварный. Хотя, может быть, как антикварная она и не выглядит. Но это все равно довольно красивая вещь. Вот посмотрите, я сейчас играю, лучики ловятся. Даже будучи очень грязной, она блестела приятнейшим образом. А вот сейчас, когда ее отмыли, направлен свет. Посмотрите, как будто солнышки маленькие. То есть огранка камня очень приятная. И сама брошь довольно приятная, милая, старая и красивая. Вот давайте на нее еще одну секундочку полюбуемся. Вот сейчас мы поправим все. Вот такая вот красавица. Называю ее русской короной. Хотя, говорю, что никакой логики в принципе в этом нет.